Александра Геннадьевича Самоделкина поступило много поздравительных телеграмм с Днём Знаний от коллег, руководителей высших учебных заведений Минсельхоза России. У меня целая папка этих поздравительных телеграмм, часть из них я назову, да? То есть поступили поздравления от ректора Орловского государственно-аграрного университета, председателя Ассоциации агрообразования Николая Васильевича Парахина, ректора Башкирского государственно-аграрного университета Илдара Измодиловича Габитова, ректора Ивановской государственно-сельскохозяйственной академии Алексея Михайловича Баусова, ректора Костромской государственно-сельскохозяйственной академии Сергея Юрьевича Зудина, Самарской государственно-сельскохозяйственной академии Александра Михайловича Петрова, Смоленской сельхозакадемии Николая Семёновича Петкевича, Якутской государственно-сельскохозяйственной академии Леонида Николаевича Владимирова и многих-многих других ректоров, руководителей высших учебных заведений. Передаю вам Александр. Для совершенствования воспитательной работы со студентами в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии принята концепция воспитательной работы, в рамках которой большое внимание уделяется работе по патриотическому воспитанию молодежи. В 2014 году наша страна отметила 25-летие вывода советских войск из Афганистана. Не обошла стороной эта война и Горьковский сельскохозяйственный институт. Многие ребята прямо со студенческой скамьи были призваны в ряды вооруженных сил выполнять интернациональный долг. Об одном из таких ребят мы вам расскажем. Захаров Игорь Юрьевич. Родился 22 октября 1965 года в городе Ворсма Павловского района. В 1982 году после окончания Ворсминской средней школы номер 2 поступил на первый курс факультета механизации сельского хозяйства Горьковского сельскохозяйственного института. В 1983 году был призван на действительную военную службу. С апреля 1984 года в составе ограниченного контингента советских войск проходил службу в Демократической Республике Афганистан. 19 ноября родные получили последнее письмо от Игоря. «Мама, не волнуйся, служба идет нормально, не думай о плохом, все будет хорошо, со мной такие ребята отличные служат, так что за меня не беспокойтесь». Когда он писал это письмо, отряд десантников уже находился в окружении в одном из ущелий недалеко от границы с Пакистаном. В бою за высотку 21 ноября 1984 года гвардии сержант Игорь Захаров геройски погиб. За свой долг сержант Игорь Захаров указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1985 года награжден Орденом Красной Звезды посмертно. И сейчас в память о всех погибших воинах объявляется минута молчания. «Мама, не волнуйся, служба идет нормально, не волнуйся, служба идет нормально, не волнуйся, служба идет нормально, не волнуйся, служба идет oko-7 апреля» «Спасибо». Мы приглашаем для выступления маму Игоря Захарову Софью Степановну. Встречайте. 19 лет – лучший возраст для человека, все впереди, но жизнь длиною в 19 лет – трагически малая. Что остается после человека от такой короткой жизни? Память, скорби. Прошло много лет, но боль утраты не покидает нас. Игорь рос тихим, послушным и трудолюбимым мальчиком. Крепкий, общительный и жизнерадостный. В доме с ним всегда было весело. Из детей в семье Игорь рос старшим. Его любили малыши и верили в его доброту. Любил трудиться, помогал по хозяйству, домам, уважал родителей. В школе учился Игорь хорошо, обладал хорошей памятью. Любил свой класс. Параллельно с учебой принимал активные участия в школьных мероприятиях, конкурсах счетцов, художественной самодеятельности и спортивных соревнованиях, а также занимался в технических кружках. Стал старшим, появились другие увлечения. Любил с друзьями и с младшим братом провести время на природе, ходил на рыбалку. Закончив школу, Игорь поступает в Горьковский сельскохозяйственный институт. Любовь к технике помогла ему выбрать профессию. Сдал экзамены на факультет механизации сельского хозяйства. В общежитии комната, где поселились вместе с ним земляки, считалась лучшей. Со второго курса, 9 ноября 1983 года, был призван в ряды вооруженных сил Советской Армии. В воздушно-десантные войска. Игорь всегда хотел служить в этих войсках и совершил три прыжка с парашютом в городе Богородске. С апреля 1984 года Игорю довелось служить в Демократической Республике Афганистан. Жизнь потекла очень опасная, суровая и ответственная. Дни в напряжении, ночи без сна. Душманские пули, мины, ранения. Кто застрахован от них в бою? Здесь он узнал многое. Новый порядок, новые уровни ответственности, человеческие взаимоотношения, крепость дружбы, которая возникает между людьми, еще вчера не знавших друг друга. Очень добрый и отзывчив, умел находить выход из трудного положения. Болел за свой коллектив. Среди своих сослуживцев заслужил немало авторитета и уважения. Был избран комсоргом ЗОДА, а также командиром минометного расчета. В письмах домой нам писал, что все идет у него хорошо. Чтобы не беспокоились, всегда справлялся своих, младшей сестре и братьям. Свой 19-летний день рождения встретил в горах Гундукуша. Очень был рад, когда сослуживцы вручили ему торт. Сержант, командир минометного расчета Игорь, участвовал в 10 боевых операциях. И в очередном бою, защищая колонны машин, везущих продовольствие для военных городков, товарами для афганцев, бензином, другим грузом, техникой от неприятеля, Также прикрывая минометным огнем своих товарищей, Игорь погиб. За мужество и отвагу Награжден орденом Красной Звезды. Как дорогая и свята жизнь на земле, Сердца павших не перестают бы питься, Они в нашей памяти, их слышат сердца живых. Как вечая, благодарная память тех юных, Кого они спасли, заслонив в минуту опасности. Спасибо вам всем. Спасибо, соня Степановна. Вы, пожалуйста, не уходите. Мы отметим, что в семье Захаровых трое детей. И родной брат Захаров Владимир Юрьевич присутствует здесь. Родная сестра Захарова Лариса Юрьевна тоже присутствует здесь. Вы, пожалуйста, выйдите сюда, в центр. Может быть, несколько слов тоже, пожалуйста, скажите нашим ребятам. Дорогие друзья, вот уже прошло 30 лет, как погиб, исполняя долг в Демократической Республике Евгенистан, наш земляк, нижегородец, студент Горьковского института, сельхозинститута, отличный парень и мой брат Захаров Игорь Юрьевич. 19 лет – это много или мало? Вот только сейчас, спустя годы, когда же свои дети достигли такого же практически возраста, глубоко начинаешь осознавать, как было им тяжело, тем парням, 17, 19, 20-летним парням, которые несли такое тяжелое бремя солдата. Так далеко от родного дома, в совершенно чужой стране, совершенно с другими укладами жизни, не понимая, за что воюют, но они с честью выполнили свой долг. Конечно, не все вернулись домой с той никому не нужной и далекой войны. Практически 15 с лишним тысяч молодых парней, здоровых, красивых, не пришли в свои дома. И вот сегодня, благодаря коллективу Нижегородской государственной сельхозакадемии во главе с ректором, открывается памятная доска одному из таких непришедших с войны. Спасибо им огромное. Хочется выразить огромнейшую благодарность всему преподавательскому составу, всей администрации Академии, а также, пользуясь случаем, поздравить всех присутствующих с праздником Пятого года.